Ты оставляешь такие удочки, которые они заглатывают, и ты понимаешь, какое человеко настроение. Ты беседуешь с ними там, например, о собственной инициативе? Нет, люди не уходят от меня. Один человек так ушел, теперь все окей. Всем привет, это подкаст Хаббер Викли. Каждую пятницу мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли за неделю на Хаббре. Меня зовут Далер. Меня Ваня. Меня Адель. С нами сегодня гость Ваня Травинский. Ваня, можешь рассказать о себе немного? Я занимаюсь дизайном, занимаюсь управлением дизайн-проектами. У меня своя небольшая студия. Для первой темы специальный ворлпост, который было бы интересно, мне кажется, обсудить с Ваней, потому что Ваня руководит студией дизайна. Ну и в целом предприниматель, и было бы интересно послушать, что он думает про это. Пост называется «Как я проработал три месяца в Яндекс.Маркете и уволилась». Пользовательница Саша Волох написала. В общем, я сейчас кратко расскажу суть. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, потому что тема такая очень неоднозначная. Фигач. Суть конфликта. Фронтенд-разработчица пришла работать в Брингли. В какой-то момент сервис вроде как стал неприбыльным, сервис решили сократить. При этом куда-то нужно было девать разработчиков. И в целом вроде бы разработчиков говорили, что не хотят увольнять, но какие-то намеки вроде как появились, по мнению авторки этой. Но вроде как не уволили, перевели в другой сервис, но в то же время вроде как хотели уволить. И она начала чувствовать какие-то намеки, возможно, там манипуляции. И в целом условия у нее работы как-то начали ухудшаться. Она там пишет про токсичного темлида, про то, что там ее в какие-то поставили такие условия, в которых заведомо ей будет некомфортно. И она по итогам вот этих трех месяцев решила уволиться. И написала такой обличающий пост на Хабре, который очень бомбанул, так же примерно как пост человека, который год не работал в Сбербанке. Вот. И, собственно, у меня по этому поводу несколько вопросов есть. Во-первых, насколько этично было выносить это все на публику со стороны этой пользовательницы. И вообще в чем суть проблемы здесь? Потому что мы здесь видим только ее мнение, но не видим мнение Яндекса, например. То есть, мне кажется, немного искаженная ситуация. Точнее, однобокая. Если спросить меня, привет еще, я другой Ваня, который в гостях. Этично ли выносить? Да, абсолютно этично. Яндекс – большая корпорация. У нее нет того человека, который знал бы все детали о работе компании. И самому Яндексу полезно видеть мнение с другой стороны. Вопрос, насколько корректно это сделано. Опять же, Яндекс должен делать выводы, несмотря на форму подачи. И исправлять то, что у них может быть. И вот то, что может быть, это как раз ключевое. То, что я хотел со стороны… Давай так, я воспринимаю ситуацию со стороны ее работодателя скорее, чем ее самой. Потому что то, что происходит с ней, я проходил сам. Не в Яндексе, но при работе с крупными компаниями и внутри их. Ну, так же часто видел ситуацию с другой стороны и понимаю ее. Основная ее проблема в том, что происходили вещи, которых она не понимала, что происходит вообще. И делала выводы сразу же отрицательные. То есть, она думала, что это происходит со зла. Но я бы не стал этому верить. Потому что есть фразы, которые сразу же намекают на отрицательный тон. Ну, то есть, вот я сейчас начну что-то разговаривать, и ты, конечно же, плохой. Ну, то есть, это по умолчанию. Я приведу пример нескольких фраз, которых я прочитал. У меня лично складывалось мнение, что человек просто не чувствовал себя в моральном праве высказывать это все, пока он там работал. А когда вот она вышла, у нее все это так взорвалось. И, соответственно, она себя накрутила. Это как, наверное, бывшие. Ну, то есть, каждый считает друг друга, наверное, плохим человеком. На самом деле, там, виноваты они оба, наверное. Мне интересно сформулировать, что здесь вообще произошло. То есть, в чем проблема. Как я понимаю, это проблема коммуникации. То есть, ей, например, не смогли, может быть, как-то явно сказать, что, да, действительно, ну, сервис мы хотим, скорее всего, закрыть. Скорее всего, нам придется попрощаться с разработчиками. А ты считаешь это проблемой? Что именно? Закрытие сервиса? Нет, нет, я как раз не считаю это проблемой. Я считаю, наверное, проблемой то, что, судя по ее словам, ей не сказали прямо это, а как-то вроде, ну, какая-то недосказанность была. Как она пишет, намекали. Намекали, да. То есть, как будто бы намеки. Процессы непрозрачные просто, мне кажется. А мне кажется, ей нужно было просто задать вопрос. Ребят, вы закрываетесь? У меня есть риск? Ну, это, кстати, тоже, да. И все, никаких бы проблем не было. Потому что она думает, ну, мне, наверное, намекают. Наверное, стоит так подумать. И идет дальше с этим вот грузом. Она что-то придумала. Ну, нет, нет, это слишком негативно звучит в ее отношении. Ей дали возможность, Яндекс дал возможность работнику думать что-то, что идет не так. Возможно, стоило более прямо обращаться к каждому работнику. Но я, честно говоря, не вижу выхода из ситуации, когда есть крупная компания, тысячи человек работают, и нужно, получается, к каждому подходить и беседовать. Возможно, это должен делать руководитель. Как раз в нем была проблема в том, что эти процессы просто не настроены. Или HR. Да. Но не стоит винить прям людей. Закрывается сервис? Окей. Я вот то, что вижу, какую ее ошибку. Если что-то закрывается, очевидно, я должен чувствовать себя некомфортно. Очевидно, это моя проблема тоже, а не только компании. Что мне не нравится, это отношение, что я всего лишь разработчик, там что-то по бизнесу происходит, меня это не волнует. Это вообще неправильное отношение к жизни. Что-то происходит, от чего зависит твоя работа. Хотя бы просто поинтересуйся и не делай выводы самостоятельно. Приди с менеджером, суди, что происходит, какая перспектива у меня есть и так далее. А в итоге она попадает в команду с 20-летним свежим выпускником из вуза, который писал дипломную работу на React TypeScript, который обращался с ней довольно высокомерно. Вот я скажу так, у многих людей ко мне такая претензия есть, что я общаюсь высокомерно. Я этого не замечаю даже иногда. Просто потому, что у меня напрямились мнения, я готов его доносить и очень четко всегда аргументировать. Но кажется так, что будто я давлю. Наверное, это так и есть. Но если человек просто даже спросит за какие-то вопросы, сразу будет видно, если я готов отвечать. Наверное, я не настолько высокомерен. Это да, это все про какое-то внутреннее устройство и готовность спросить. Братюнь, а ты себя так всегда ведешь, например? Ну, как бы очень вежливо и по-доброму спросить. Братюнь, ты всегда себя ведешь? Звучит, как давно ли ты пьешь коньяк по утрам? Нужно просто выяснить, правда ли то, что тебе кажется. И для этого всегда есть довольно простой способ. Просто спроси. И тебе ответят обычно. Есть другая проблема. Люди, которые привыкли видеть давление извне, в какой-то момент понимают, что в этой позиции в целом им не то, что комфортно, а в ней находиться легко, что ты вроде бы всегда прав. Ну, меня все оскорбляют, но вообще-то я прав. Я не должен эту свою точку зрения доказывать. Я просто вот такой весь правый. Например, цитирую. Намеки – отличительная фишка Яндекс.Маркета. Возможные всего Яндекса. Ну, то есть человек делает выводы по всей крупной компании только из-за того, что какие-то намеки были в одном из подразделений. Я, например, знаю про Яндекс. Многие наши с Далером бывшие коллеги там работают, что каждый из его отделений может работать совершенно по-разному. У них есть общее какое-то видение, направление, но очевидно все зависит от конкретных людей на месте. И даже если ты столкнулась с людьми, которые на 10 лет тебе младше, которые не умеют с тобой разговаривать, вообще-то если ты уже обращаешь внимание на возраст, ну, поставь себя в позицию старшего и научи человека просто общаться. Возможно, просто не понимает этого. Конечно, обидеться легче. Но этим никакие свои проблемы она не решит. И статья заканчивается фразой. А после увольнения мое резюме было на расхват, и меня взяли на зарплату в два раза выше. Это потому, что там была строчка Яндекса, интересно, или нет? Я не знаю, но это будто бы такой укол в сторону Яндекса. А мне было бы интересно, а там люди адекватными тебе кажутся? А там тебя не обижают? Конечно, это выглядит как наезд на этого человека. Ну, я просто... Меня очень коробит от того, что люди так резко говорят, что вот там зло, там все плохо. Ну, у меня были вот эти плюсы, были, были. Но знаете вот что? Общее мое впечатление, ну, так себе. За три месяца человек эти выводы сделал. И, ну, она должна понимать, что когда это вынесено в публичное поле, я считаю это корректным, она не только компания несет ответственность, а этот же человек должен понимать, что он несет ответственность перед всеми, кто это прочел. Вот мое, например, мнение о ней неположительное, и она должна быть готова к этому мнению. Взял бы такую на работу? Нет. Вот, интересно. Проблема в том, что она может быть гениальным программистом, но в случае какой-то серьезной неполадки... Ну, все мы ведем проекты в более-менее понятном русле. И тут не требуется гениальность или какое-то геройство. Геройство это как раз скорее нужно, когда что-то идет не по плану. Я понимаю, что когда что-то пойдет не по плану, скорее всего человек просто обвинит всех, уйдет, и мы все останемся сидеть. Адель, что думаешь? Мне в этой статье не понравилось ровно одно. Она в конце этой статьи делает выводы. С четырьмя из пяти выводов я согласен. А пятый, который звучит как... В Яндекс... Ну, вообще выводы это... Она сделала, по каким причинам стоит идти в Яндекс. И вот последний вывод как раз звучит как «Вы ничего в разработке не добились, но вам очень хочется проявить себя через написание клоуна популярной либо ли выступлений на ЯТолкс». И это звучит прям максимально душно. Мне прям фурочку открыть захотелось, потому что это прям, ну, очень неуважительно по отношению к своим коллегам. Она, ну, как-то их унижает прям, мне считает. Ну, я считаю, что это унизительно звучит. Это называется пассивная агрессия. Может быть, да. Но она выглядит очень агрессивно. Без пассивности. То есть, если подытоживать, получается, со стороны сотрудницы было бы правильно прямо проговорить и спросить, что происходит и что мне ожидать, а со стороны Яндекса четче доносить, что происходит, собственно, и что ожидать ей. Верно понимаю? Ну, даже можно выразиться проще. Если тебя что-то волнует, обсуждай это с теми людьми, от кого это зависит. Яндексу, очевидно, стоит подумать. Знаете, что еще подумал? А ведь это один из самых заплюстованных постов за последний месяц или, может быть, даже год. Ну да, там почти 600 плюсов. В людях отзывается. У них что-то такое тоже внутри сидит. Какое-то недовольство, возможно, тем, что у них происходит на их местах работы. Вот мне кажется, это очень важная вещь. А мне кажется, что количество плюсов – это показатель количества таких же людей. Не в смысле таких же, а струнки, которых дергаются. Но вот, например, у меня есть мнение по поводу этой статьи. И есть еще сколько-то таких же, как я. Я ничего не нажимал. Просто мы знаем, что есть люди, которых это задело, и они готовы за что-то бороться. Знаешь, это как с отзывами о твоем продукте. И его ведь оставляет далеко не вся аудитория. И нужно иметь во внимании, потому что они доносят свою точку зрения до окружающих. Но это не значит, что они правы. Мне интересно. Ну вот я считаю, что такой резонанс вызван с тем, что на самом деле большинство провинциальных городов, на самом деле ситуация с компаниями поменьше, конечно, но в целом точно такая же. И люди, да не на самом деле не только в провинциальных городах, а вообще и в Москве такое встречается часто, что до сих пор в IT-компаниях есть серые зарплаты, нет никакой коммуникации. И все программисты на подобных местах чувствуют себя какими-то ремесленниками, которые просто сидят, пишут код, и что вокруг них происходит, их не интересует. И мне кажется, что в этом вся на самом деле фундаментальная проблема. И множество таких людей прочитало эту статью и поняли, что в целом они могут себя ассоциировать с автором этой статьи. Если мысли системно, то в всех проблемах, которые я описал, и в этой проблеме, виноваты менеджеры. Они обязаны это контролировать. Я согласен. Человек, может быть, 10 раз неправ, но ты как часть системы, ты для этого вообще существуешь. Только для этого. Ты ничего руками не делаешь, кроме как контроля над ситуацией. И они ее не контролируют. Здесь, мне кажется, интересная аналогия. Не хочу уходить в политику. Надеюсь, не уйду. Про то, что она, возможно, обобщает здесь. Баня, ты, по-моему, рассказывал про это свойство психики, генерализации. Да, 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 есть такое. Когда нам проще что-то обобщить, чем вдаваться в частности. Она обобщает, выражает какое-то, возможно, обобщенное недовольство аудитории. И приходят люди, которые поддерживают. Хотя в комментариях, на самом деле, там, по-моему, на два лагеря, как обычно, разделились люди. И это очень напоминает то, что происходит во всех, наверное, сферах, в том числе и в политике, когда находится какой-то, ну, словно популист. Я не сравниваю ее сейчас с популисткой. И за которым потом потягивается вот недовольная аудитория. Ну, это в целом полезно делать так. Пусть Яндексу будет неловко. Пусть они это решат, задумаются об этом. Когда что-то выносится в публичное поле, это всегда только на пользу обществу, если возникает какой-то диалог. Я согласен. Мне не очень нравятся сами формулировки автора, но в целом это возможно. Если это хоть кому-то из менеджеров поможет осознать, что он что-то делает не так, это, мне кажется, прям замечательно. У меня были такие ситуации с программистами. И это мне помогло сделать выводы. Я не считаю, что программисты были правы. Подожди, подожди. А они к тебе подходили и жаловались? Нет, у меня увольнялись. А. Да. И ты общался с ними? В чем причина? Я слышал от третьих лиц мнение о себе. У меня не возникало желания спорить и доказывать. И никаких выводов про человека отрицательных я не сделал. Просто я, например, понимаю, что мне важно подходить и объяснять некоторые процессы, которые внутри компании проходят. Не то, что к каждому члену команды, а вот если хоть немного зависит, я лучше пойду объясню, почему так. Хотя я не могу себе представить на месте, что я бы сидел, волновался. Я бы задал вопросы, почему так и не так. Ну, не все люди такие. Ну, лучше объясню, перестрахуюсь. Иногда из-за этого лично у меня бывают минусы, что думают, что я слишком много внимания отвлекаю на себя. Все это проговаривая зачем-то. Но если говорим о репутации компании, о каком-то пути наверх, то в целом это всем очень полезно. Они потратили больше времени сейчас, зато потом избежали каких-то ошибок. Ну, собственно, я вот избежал того, что люди не уходят от меня. Один человек так ушел, теперь все окей. Слушай, а вот ты когда... Ну, ты вообще интересуешься климатом внутри своей компании в плане настроения людей? Да. Ты беседуешь с ними там, например, о собственной инициативе как-нибудь или как? Да, всегда. Ко мне, может быть, вопрос немного не репрезентативен, потому что мы небольшие. У нас 10. Ну, нас на самом деле больше. У нас есть удаленные сотрудники. И, кстати, вот если у тебя есть удаленные сотрудники, ты начинаешь это больше контролировать. Ты не можешь их просто выдернуть из офиса. Из-за этого, как сказать, ты оставляешь такие удочки, которые они заглатывают, и ты понимаешь, какое у человека настроение. Ты можешь что-то просто кинуть смешное в чат, увидеть, как быстро это люди читают. Я, например, если вижу, что человек как-то долго отвечает или что-то он странно как-то пишет в чате, я понимаю, что чат это в целом зло и невозможно так о чем-то договариваться. Я ему просто позвоню. У нас есть внутри правило, что в определенное рабочее время мы имеем право без предупреждения друг другу сразу же звонить. Это нормально. Я просто позвоню, поболтаю с человеком. Там не обязательно нужно спрашивать, что у тебя на душе. Ну, в целом просто как-то синхронизироваться. Ты знаешь, вот ты пришел куда-то там, с кем-то знакомишься, очевидно, ты не будешь его пытаться заставить его радоваться. Нет, ты просто настроишься с ним на одну волну. Просто, как мне представляется, большинство программистов достаточно замкнутые в себе люди, интроверты, и к ним, наверное, тяжело найти подход. И мне интересно, что бы ты посоветовал менеджерам и руководителям, чтобы как-то найти с ними контакт? Не думать, что это ненормально. Человеческое отношение оценят все вне зависимости от манеры общения. Показывай, что тебя волнуют вещи, которые связаны с этим человеком, и не будет этих проблем. Очень залихватски звучит, но это очень плохо масштабируемо. Действительно, просто не думай, что это ненормально. Вот такой человек, ты живешь в этих условиях. Вот идет дождь, ты берешь зонтик, не сделаешь ничего. Человек не любит общаться, например. Тоже такое бывает. Просто с ним договориваешься, давай мы все за полчаса с тобой обсудим. Он такой, а, ну окей, во сколько тебе удобнее? Через пару часов он там поест, и все, правда. Не готов говорить о каком-то системном подходе. Круто. Спасибо. Ну что, год дальше. Новость. Apple, Facebook, Google и другие техногиганты будут платить налоги по-новому. Или нет? На самом деле, не только техногиганты. Ну и в целом большие транснациональные компании. Короче, дело в том, что с 1920 года в целом в мире налоговое право, насколько я понимаю, это можно так назвать, не особенно менялось, и для больших компаний появились лазейки. Например, Apple. Еврокомиссия выяснила, что Apple с 2009 по 2012 год, 2009 по 2012, открыв в Ирландии представительство, уходило, прям люто уходило от налогов. За эти три года она заработала, например, 74 миллиарда долларов на вот это юрлицо в Ирландии и потратила при этом 4,9 миллиарда. А юрлицо в США потратило 4 миллиарда, но заработало 39 миллиардов. Типа вот такая несостыковка, и при этом с этих 74 миллиардов они почти не платили налоги. Там было, ну типа, не больше одного процента. Иногда там даже 0,005 процента было. У них было какое-то особое соглашение с правительством Ирландии. Вот в чем с этим. Да, там фигня в том, что для того, чтобы платить налоги в Ирландии, ты должен управлять компанией из Ирландии. То есть ты не налоговый резидент для Ирландии, и при этом не налоговый резидент для США, потому что зарегистрирован ты не в США. И типа, ты из-под юрисдикции всех почти ушел. Ты так называешь, уходил от налогов. Ну, тогда в тюрьму их сразу же что? Ну, там разбирать. Это называется оптимизировало расходы. Ну, наверное, наверное. А знаешь еще, что было в этот период? Угу. Тима Кука назначили главой Apple. Мне кажется, это все он. Ну, вероятнее всего. Но никто нам не расскажет, пока биографическая книга не выйдет. Суть-то в чем? Инициатива в том, чтобы платить налоги по-новому. Заставить платить такие большие компании налоги в тех странах присутствия, ну, собственно, где они, например, продают свою продукцию или предоставляют сервисы. Продавали свои телефоны и компьютеры. В Индии платите налоги по индийской стороне. Я резко против. Да? Да. Я могу перебить тебя? Давай. Я себя опять представляю на другой стороне. Смотри, я что-то делаю для американской компании в России. Угу. Если я должен платить налоги, то есть даже такой термин двойное налогообложение. Я обязан теперь заплатить налог и в США, и в России. То есть страдаю я. Вернее, как? У меня забирают мои деньги, чтобы на благо людей, где я все это оказываю. В целом, это может привести только к возрастанию цен. Мне невыгодно так работать. Я повышу цены. Если повысить цены все вокруг меня, то конечный потребитель их будет платить. Вот для себя я такой вывод в итоге и сделал. Я сегодня и вчера гуглил, и вот эта история с одной стороны, типа, на первый взгляд, вот как мы первую историю обсуждали, на первый взгляд хочется погрозить пальчиком и сказать, ой, какая нехорошая большая компания. Там Apple, Microsoft, Google, неважно. А с другой стороны, ну, для меня, как для, в том числе, покупателя, это повлияет на то, что просто цена вырастет. И вот мне будет грустненько. Что думаете, пацаны? На самом деле, вот эта вот организация, которая придумала эти правила, предлагает, как решение проблемы убедить отдельные страны не вводить собственные налоги на деятельность технологических сервисов. То есть, они надеются таким образом избавить вот эту вот, ну, то есть, решить проблему надвойного налогообложения. Ну, и вообще, я как бы нифига в этом не понимаю. Мне вот интересно, насколько это, ну, то есть, неужели эту проблему реально никак нельзя решить, кроме, ну, мне кажется, это может пройти как раз потому, что большинство людей с такой позиции. Я в этом нифига не понимаю, ну, пусть там что-нибудь сделают. Ну, так у нас в России большая часть вопросов вообще решается. в мире. Ну, ну, за весь мир не могу сказать. Ну, давайте будем решать судьбу мира сейчас. Ну, если я правильно, опять же, понимаю, я не настоящий... Ну, на месте директора мира, что бы ты сделал? Вот. Поэтому и прикол, что мир-то становится глобальным и маленьким, и компания действует по всему миру, по сути. В принципе, если бы они равномерно размазали налог и оставили бы один налог, может быть, было бы и неплохо. Ну, то есть, не во Франции 30, а в Ирландии 12,5 или вообще там 0,005, а везде 10. Возможно, было бы ок, но такое вряд ли выйдет. Я думал об этом, вот сейчас хотел предложить, но мне кажется, это не сработает просто потому, что у всех разные экономики и подобные налоги не везде сработают. Для кого-то это будет слишком мало, для кого-то слишком много. Я с тобой абсолютно согласен, и я скажу иначе. Корпорации настолько... Почему этот закон... Почему хотят принять это правило? Потому что есть большие корпорации, маленькие, такие как мы, вообще никого не волнуют. Большие корпорации, аналоги государств, в них работает огромное количество людей. Как договориться государство? Да просто индивидуально каждый с каждым. То есть, не нужно под какую-то общую гребенку загонять. Мне кажется, развитие как раз в том, чтобы Apple пришла и договорилась со всеми странами, где она торгует, с теми, где она производит, где она проводит R&D. С каждой стороны по отдельности, сколько она готова платить налогов. Это не быстрый процесс, но это единственный возможный способ справедливости какой-то, как мне кажется. Если я установлю хоть какое-то правило, найдется компания, которая будет крайне некомфортно, все это будут понимать, но закон есть закон, все будут говорить. Ну да. И я хочу напомнить, что во многих странах есть собственные дополнительные налоги. В частности, в России есть, например, так называемый налог на Google, который вот как раз дополнительные какие-то препятствия вводит для подобных компаний, которые, скажем так, штаб-квартиры которых не находятся в России. Короче, я понял, у нас нет ответа, потому что мы не настоящие президенты земного шара. Ну давайте примитивно, вы просто как сами, вот как люди относитесь к этой идее, к этой инициативе? Ну не, я сказал, мне кажется, для конечного пользователя, для меня, это выльется в повышение цен. Другой Ваня считает диаметрически... Нет, я на самом деле считаю инициативу крайне неправильной, губительной, отвратительной, глупой, невозможной, и приняли ее старперы. Это как с точки зрения предпринимателя? Нет, я с точки зрения здравого смысла здесь рассуждаю, потому что нельзя всех под одну гребенку, ну то есть они просто должны приходить и договариваться, они вот, ну в том числе их организация этим, мне кажется, должна заниматься. Если подобные санкции, грубо говоря, да, или инициатива подобная будет предприниматься только против компаний, которые действительно уже достигли какого-то огромного уровня и, скажем так, прям могут считаться большими корпорациями, и эти санкции будут применяться только против них, чтобы как-то ограничить их действия, то это еще, скажем так, терпимо, потому что на самом деле у этих корпораций зачастую, особенно по сравнению с Гуглом, там, Фейсбуком и так далее, есть проблема в том, что они монополисты, они захватывают рынок просто семимильными шагами, и их каким-то образом надо ограничивать. Если не способны составить им какую-то конкуренцию, то, наверное, может, имеет смысл как-то, ну, просто их сдерживать, я вот так думаю. Но это обязательно не должно сказываться на каких-то мелких предпринимателях, которые только-только выходят на международный рынок. У меня пришла в голову идея. Если ты считаешь, что ты недополучаешь денег с какой-то корпорацией, попытайся договориться не о налогах, а о тех инвестициях в твою экономику, которую она сделает, напрямую. Просто она должна перед тобой за это отчитываться. Она должна создавать рабочие места, она должна закупать у местных производителей что-то, она должна создавать инфраструктуру. Мне кажется, все будут выигрыши. Ну, примерно так думает Ирландия. Она, кстати, говорит, что, ребята, оставьте их в покое, у нас все хорошо, у нас тут рабочие места создаются, как бы. Ирландия маленькая. Ну, как бы, да, для них это, ну, просто деятельность Apple, для них это большая какая-то доля. Для них 1% от их выручки по Европе, это же прям значительная часть ВП. Ну, короче, так или иначе, мы узнаем, чем дело кончится с 17 или 18 октября, когда соберется G20 и что-то там порешает. А мы там есть? Кстати, да, я сегодня посмотрел, мы там еще есть. А где мы нет? В G7, да, нет? В G8 нас нет. Как бы в G7 нас нет. По нашему мнению, мы есть везде. Да, да, да. Вот, но там G, количество G меняется в зависимости от количества членов. Вот нет России, теперь G7. Как бы такая фигня. Давайте перейдем к следующей теме. Она, мне кажется, довольно насущная. Фигач. Статья называется «Новый проект братьев дуровых» Telegram Open Network от пользователя Smart Punder. Суть в том, что в тестовом режиме запустилась вот эта сеть Telegram Open Network. Еще раз. Это не просто блокчейн-сеть. Это не просто очередная там, очередной биткоин, да. Это прям целая сеть, в которой в теории вообще-то возможен запуск других сайтов или еще что-то. Это, в целом, они позиционируют это как новый тор. То есть, это просто другой интернет. Суть в том, что все взаимодействия внутри этой сети будут как раз построены на блокчейне, что позволит, например, хранить, ну, то есть, устроить распределенное хранилище данных, например, как Google Drive, но только вместо серверов конечных какой-то компании типа Google будут выступать компьютеры каких-то людей, которые, ну, просто разрешат это делать. Это, грубо говоря, сеть торрентов своеобразная. При помощи блокчейна, разумеется, там будет происходить оплата. То есть, они все эти сервисы хотят завязать на то, чтобы при помощи вот этих токенов в грамм, которые они выпустят позднее, происходила оплата за использование услугами этой сети. То есть, если ты хранишь какие-то данные у людей на компьютерах, то ты, с тебя потихонечку с твоего счета кошелька списываются вот эти граммы. И, в целом, инициатива очень крутая, планов много. У них вышло, на самом деле, всего только два документа, довольно обширных, но в целом там мало деталей. Прежде чем углубиться внутрь, я хочу провести небольшой такой экскурс в блокчейн для самых маленьких. Хочу тебя перебить. Звучит как коммунизм. Мы все на равных будем что-то строить и делиться своей силой просто потому, что мы все вместе. Может. Ну, согласен. Действительно так звучит. А ругаться можно? Можно ругать? Нет. Ну, либо мы тебя забили. Пусть они идут в жопу. Это мой компьютер и мои мощности. Я хочу, чтобы мой компьютер работал на меня, а не на сеть. Даже если они будут за это платить. Пусть мне платят за то, что я делаю пользу, которую я создаю, а не просто за то, что я существую. Ну, это добровольная инициатива. И самая суть в том, вообще-то, что за то, что ты предоставляешь свой компьютер своей мощности, вообще-то тебе будут платить деньги. Да, понятно. Ну, еще мне платят деньги за пользу, которую они суммируют другими вещами. Ну, согласен, это просто другая деятельность. Она сугубо добровольная, никто тебя не доставляет. Нет, я понимаю про то, что это очень идеалистично звучит. Да, согласен. Очень похоже на Николая Дурова. Очень в его духе, я согласен, да. Продолжай. Так вот, небольшой экскурс блокчейн для самых маленьких. Ну, суть блокчейна как бы исходит из названия. Это цепочка данных, которые сформированы в блоке. Суть этой цепочки в том, что все блоки, которые уже когда-то были созданы, невозможно изменить. Можно только добавить новый блок с изменениями о предыдущих, скажем так, которые связаны. При этом каждый следующий блок имеет ссылку на предыдущий блок. И поэтому можно по этой цепочке выяснить весь путь, все изменения отследить. Благодаря тому, что невозможно изменить предыдущие записанные данные, как бы обеспечивается целостность, безопасность. Безопасность также обеспечивается тем, что вся эта цепочка хранится на огромном количестве компьютеров или вообще хранилищих данных. И если вдруг возникают какие-то спорные вопросы, то приходят к консенсусу путем сравнивания. Если у большинства компьютеров содержится там информация о том, что там, скажем так, не было никаких изменений, то эти изменения просто отбрасываются, как будто их не существовало. Данные таким образом невозможно подделать, только если вдруг взять и изменить несколько блоков сразу на всех местах хранения этих данных. И такое на самом деле происходило. В тому же биткоине максимум, зарегистрированный там на 17-й, по-моему, год, изменили 5 блоков. Это прям, ну, очень мало. А вот есть нубский вопрос. Когда цепочка вырастает до очень-очень большой длины, становится же сложнее все это вычислять, строить блоки и так далее. Как быть со скоростью? Не, на самом деле, для того, чтобы решить эту проблему, в том же биткоине ввели как бы понятие, я забыл, как оно называется, пусть будет типа токен. Скажем, каждый блок должен быть подписан сторонами, которые какую-то транзакцию совершают. И суть в том, что у каждой транзакции в этот блок записывается только хэш данных. То есть сами транзакции в этих блоках не хранятся, только хэш. И эти хэши для подтверждения подлинности сравниваются с каким-то числом, которое постоянно меняется. Суть в том, что этот хэш невозможно однозначно идентифицировать или как-то дешифровать обратно. И поэтому это все решается только перебором. В этом как раз и заключается вся вот сложность вычислений. Суть в том, что каждый определенный промежуток времени, типа в биткоине, это 2016 блоков. И когда 2016 блоков оказываются вычисленными, система хранения, она как-то высчитывает, сколько времени потребовалось на то, чтобы каждый блок вычислить. И если слишком много времени требуется, то этот токен делают чуть попроще. А если слишком быстро блоки вычисляют, то этот токен делается чуть посложнее. Таким образом регулируется сложность. И на протяжении всей цепочки в целом сложность не растет. Ну ладно. Звучит это как медленный интернет все равно. А можно я буду задавать неудобные вопросы? Тоже очень мастер. Не, нельзя. Я не сильный специалист. Сразу говорю. Не, ну ты задай. Я смогу. Я знаю, что в этой сети будут работать какие-то приложения. Ну то есть какие-то такие приложения, которые раньше были невозможны без такой сети. Когда многие компьютеры объединяют свои мощности и что-то какую-то полезную штуку делают. За это получают деньги. А что это за приложения могут быть? Я слышал, что подобным образом вообще-то смоделировали математически модель клетки спида. ВИЧ. Или ВИЧ. ВИЧ, скорее всего. ВИЧ, по-моему. Ну, не уверен. А может быть, таким образом мы обходим блокировки? Ну, сам Телеграм обходит блокировки за счет того, что распределенная сеть. А, это не знаю. Не могу сказать. Если, кстати, вам вдруг было интересно, чем на самом деле занимаются майнеры. Есть объяснение. Каждый майнер это хранит в первую очередь копии блокчейна. Вычисления, которые он совершает, подтверждают эти самые транзакции. И за каждую транзакцию он, собственно, получает комиссию. И таким образом, во-первых, генерируется вообще капитал блокчейн-сети. Ну, и, соответственно, таким образом он зарабатывает эти токены и деньги. Если за электричество он платит меньше. Об экономической целесообразности, скажем так, можно говорить отдельно. Окей. Она никакого отношения не имеет к теме блокчейн-экономической целесообразности. Это же МММ. Ваня, ты, кажется, майнил, да, биткоины сам? Не биткоины, слава богу. Потому что для биткоинов нужны асики. Сколько ты на электричество потратил? Ну, что-то в районе полутора штук в месяц выходило на электричество. Это примерно три раза больше, чем обычно. Но я остался в плюсе. А вот как раз, как Ваня говорит, когда стало экономически невыгодно, я разобрал ферму и продал видяхи. Кстати, если кому-то нужны видяхи, у меня есть еще три. Сейчас занимаются майнеры, собственно. У меня есть еще три. Мне дорого. Честно, ненавижу майнеров именно в этом плане. Ничего лично к тебе не имею. Я не гомопоп, но... Я просто ненавижу их в том плане, что я как человек, увлекающийся компьютерными играми, прям сильно пострадал от роста цен на видеокарты. Давайте я просто поподробнее расскажу, какие сервисы они планируют реализовать в своей сети. Ну, про Aton Payments я уже примерно сказал. Суть это Payments в том, что все построено на смарт-контрактах, то есть даже самая банальная транзакция построена на смарт-контрактах. Раньше до этого, я так понимаю, никто из блокчейнов этого не делал, потому что в целом это сложно. Их методы составления смарт-контрактов полны по тьюрингу, то есть они способны описать любые практические математические операции внутри себя. Смарт-контракт, напомню, это по сути сборник каких-то условий и функций, которые обрабатывают транзакции, то есть там подтверждают, там есть какие-то условия для подтверждения валидности, для обеспечения безопасности и так далее. Нововведение именно в том, что любая транзакция построена на смарт-контрактах. Банально цепочка перевода каких-то токенов, скажем так, она построена через посредник в виде виртуальных банков, то есть это на самом деле вполне себе сравнимо с тем, как устроены банковские переводы в реальной жизни, то есть деньги переводятся не напрямую между двумя получателями, а через процессинговый центр банка. Когда Адель говорил, что блокчейн для самых маленьких, он сейчас объяснит, он имел в виду меня. Спасибо, Адель, но мне кажется, я еще пару раз переслушаю подкаст, чтобы разобраться. Но то, что такое блокчейн, Адель рассказывал в самом начале, для того, чтобы внести какие-то новые сведения, ты должен свериться со всей сетью. Есть еще нубский вопросик. Вот все эти вычисления могут делать любые устройства? Архитектура важна или это только смартфон или только компы? Или разные тоны для разных платформ? Про это не знаю. Сеть единая как бы планируется. Я так понимаю, что устройства могут быть в ней подключены разные. Но в целом были уже случаи того, что там майнили на мобильных телефонах, например. Я думаю, типа суть, скажем так. Просто интересно, какова совокупная вычислительная мощность такой штуки. Без понятия. Вообще. Это же может быть очень круто. Вот как раз моделирование клеток, там всякое такое, тут вообще бомба. Почему вообще эта вся тема может залететь? Это благодаря тому, что вообще-то у Телеграма уже есть огромная юзер-база, которая вся автоматически станет пользователем этой самой сети. у всех пользователей Телеграма откроется кошелек, на нем будут какое-то количество уже граммов заранее, ну, вот этих токенов, и они все в целом будут общаться и вообще работать вот этой вот инфраструктуре, этой сети. Благодаря этому они уже запустили, они вышли вот это, так сказать, на ICO, или как это называется. Они, короче, распродали уже какое-то количество своих токенов и уже привлекли там 3 миллиарда долларов что-ли, что-то там вроде. Рекордно быстро они это все подавали. Очень быстро. И очень авторитетные, серьезные инвесторы в это вложились. Да, да, да. Amazon уличили в копировании топ-продуктов. Новость от почтайком. Реклама на активной интеграции. Не, они, кстати, классные посты делают. Молодцы, чуваки. Ну, так и работает хорошая реклама. Amazon выпустил копии обуви, но и популярной экологичной марки. Все началось с Кремниевой долины. Там возникла марка обуви Allbirds, месседж, который был о том, что они полностью перерабатываются, они несут вред экологии и стоят они не очень дорого, 100 долларов. И эту обувь начали носить знаменитости, тем самым показывая, что вот я такой. Amazon увидел, что эта обувь неплохо начинает продаваться. Видимо, их аналитики сделали выводы наперед о том, что это будет расти и сделали копию, как написано в статье. А на самом деле просто очень похожая обувь. И, собственно, вот в этом и вопрос. Насколько этично брать чужие наработки, демпинговать, Amazon стал продавать это в два раза дешевле, зарабатывать на этом и что с этим делать вообще? Ну, то есть, тут невозможно применить универсальных законов. Хотя есть и патентная практика, и люди судятся зачастую, но все равно всегда это возникает и далеко не всегда обращаются в суды. Как вы считаете? Тут вопрос именно в том, что запатентовать кроссовки нельзя. Пока Amazon прям явно не вешает ярлык один в один, как у Allbirds, их ни за что нельзя привлечь. И я считаю, что здесь в целом со стороны Амазона, ну, конечно, это может быть нечестно, но как бы я не вижу ничего такого, чтобы они такого прям незаконно совершили. Кстати, большая транснациональная компания. А, к слову сказать, это не полностью скопированный дизайн. Форма обуви, мы сейчас смотрим на нее. Зайдите на Хабр и посмотрите. Форма обуви довольно простая. Единственное отличие, которое можно увидеть, это шнурки. Форма подошвы можно у каждого производителя найти. А, ребят, я сникер-хед. У меня около 50 пар обуви. А коробки сохраняешь? Половину выкинул в этом году. Ну, какой же ты сникер-хед. Это станет меня. Пока у тебя нет отдельной комнаты с полочками. Я в этом году начал выкидывать. Ну, ладно, ладно. Не, все мы живем в Москве в небольших квартирах. Я только недавно начал как бы поддаваться этой мании, потому что я начал находить кроссовки, которые мне прям реально нравятся. Это просто новый носитель культуры. Он стал настолько разнообразным, настолько производители обуви стали сказать, что то, что ты носишь, это вот не только второе лицо, но и твой культурный посыл как таковой. Почему Yizi популярны? Потому что люди хотят принадлежать какому-то общему клану. Собственно, Allbirds тоже по этому популярны. И отсюда можно сделать вывод. Все, что сделал Амазон, он говорит, да, у нас похожая по форме обуви, да, она тоже делается из этого, можете покупать и ее. Allbirds никто не снимает с продажи. Лично мое мнение, что это не вредит ничему, это способствует прогрессу. Allbirds не продается на Амазоне. Прошу прощения. Я отбал ван. Вот в чем прикол-то, да. Да, они как раз сделали ставку на свой сайт, на свои какие-то каналы распространения, а Амазон почему-то пришли мимо. Ну, в смысле, эту площадку. А мне еще интересно, кстати, что Allbirds нельзя назвать маленькой компанией, потому что ее капитализация полтора миллиарда долларов. И у нее там инвестиции были в 80 миллионов долларов. Вообще-то это очень немаленькая компания. Бедняги. Так что вроде бы силы не такие уж неравные. А на самом деле, как вот там есть какая-то аналитика, что на этой модели, которую они скопировали у Allbirds, они зарабатывают по 30 тысяч долларов в месяц. Вообще-то это копейки для Амазона. Да. Прямо крошечные копейки. Но здесь работает то, что у Амазона огромное количество суббрендов, которые только, по-моему, этим и занимаются. То есть у Амазона в Америке абсолютная монополия на доставку товаров. И большинство американцев даже знать не знают, что какую-то там мебель, которую они там заказывают, произвел сам Амазон. И людям просто пофигу. Мне кажется, здесь, возможно, Амазон как раз может находиться в слабой позиции, потому что он копирует. Соответственно, у него нету каких-то новых, интересных идей, которые ему позволят быть впереди. История похожа на Инстаграм и на Снэпчат, потому что Инстаграм скопировали, по сути, сториз. Сториз – это очень популярная функция в Инстаграме. Хотя впервые ее придумывают Снэпчат. Но при этом Снэпчат все равно как бы на шаг впереди. И он такой трендсеттер. То есть он какие-то фичи придумывает, которые потом снова копируют Инстаграм. Те же самые маски, например. И поэтому мне кажется, что если у Allbirds есть какое-то свое видение и вот свои идеи, они не пропадут даже, если вот такой Минополис будет. Да, твоя ценность не только в том продукте, а в том, что ты умеешь продать людям что-то, заложить туда правильное сообщение. И с этой ценностью вообще ничего страшного нет. Ребят, есть в WhatsApp и Telegram, которые мы только что обсуждали. Очень похожи друг на друга продукты. Они отличаются в мелочах. И тот, и другой прекрасно себе существует. Нет ничего плохого в копировании зашедших идей. Они становятся... Ну, у машин четыре колеса. Как бы смартфоны у нас всех похожи. Ну, вот я хотел сказать как раз о том, что идеи зачастую в воздухе витают. И подобрать ее могут и тот, и другой, и третий. И вопрос действительно в реализации. Мне кажется, и всегда казалось, что цена не сама по себе идея, а именно реализация. Если ты ходишь с какой-то мыслью в голове и думаешь, что вот никому ее не расскажу, а она ценна просто своей уникальности, нифига она не уникальна, кто-нибудь тоже придумает, пока ты сидел и ждал и не реализовывал ее. Такая фигня. И мне кажется, если компания, у которой что-то скопировали, начинает об этом на все стороны сообщать, это проблема в компании, то, что у нее нет продуктового какого-то развития. Только она цепляется уже. Возможно... Мне еще кажется, что 2019 год, сейчас же все довольно остроумно реагируют на какие-то вызовы конкурентов. Вот выпустили они похожую модель, а ты выпусти какую-нибудь такую с подковыркой, чтобы их немножечко потроллить. Мне кажется, надо так отвечать, а не нервничать насчет того, что кто-то что-то скопировал. Напишите на обуви над Амазон. Ну, типа да. Все это сводится к великой цитате Пикассо, которую я давно услышал, но не сразу понял. Мол, что, мол, хорошие художники копируют, а великие воруют. Это же проповедовал Стив Джобс, всеми любимые. А если мы не будем вдаваться в авторитеты, почему они правы? Мне кажется, когда люди заимствуют друг у друга идеи, они все равно при заимствовании приносят, ну, могут, скорее, привнести что-то свое, новое. И это может дать этому продукту какой-то толчок в развитии и дальнейшее какое-то вот... Что свойственно людям и не свойственно настолько сильно всем остальным организмам в мире? Обучение. Заимствование идеи это то же самое обучение. Я научился у другой компании, как делать что-то и делаю так же. Вот в том же ТОН, Telegram Open Network, как бы примечательно именно то, что они вообще-то сами, по сути, ничего нового не придумали. Они просто собрали в себе, сконцентрировали все лучшие практики, которые были в блокчейнах до них. Вот так, мне кажется, и происходит развитие. Ну и Амазон тогда молодцы, наверное. И я добью эту историю. Реально, те, что произошло со мной. Мы сделали сайт для компании. Наверное, не очень будет правильно рассказывать, что за компания, чем она занимается. Но, в общем, мы сделали сайт. Он довольно хорошо работал. Это не масс-маркет, это оффлайн-бизнес, для которого нужен был хороший сайт. И однажды мы увидели сайт-клон. Мы все просто обрадовались. Классно, наши идеи работают. Как бы... Там вообще-то другой бизнес, другие идеи и так далее. Ну, окей, они скопировали оболочку. С этого они не заработают. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Хаббер Викли. Подписывайтесь на нас везде, где нас можно слушать. Ставьте оценки, комментируйте. Нам это очень пригождается. Мы все отзывы читаем. Если вы ставите звездочку в iTunes, то это помогает другим людям вас находить. Нас. Ну, вас, нас, да. Всех. Ставьте звездочки. Пока. 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 Люблю, целую. Хаббер Викли.